Здравствуйте! Мариночка, я отвечаю на ваш вопрос. Что делать, когда муж с утра до вечера на работе, и праздники пропадают, и дни рождения пропадают, и выходные пропадают, а вы молодая, а хочется пойти в театр, а хочется пойти в кино, а хочется пойти на дискотеку, а хочется просто пойти к подругам, знакомым, а хочется просто погулять, просто выехать на природу. Я вас так понимаю, потому что я сама была молодая, уже с возрастом, понимаешь, это, конечно, по-другому, и легче пережить вот это одиночество такое, как бы. У вас двое детей, я так понимаю, вы не работаете, сидите дома с утра до вечера, может быть, даже и на улицу вам не хочется уже самой выходить. Это все понятно. Но тут же другая сторона медали, как я говорю. У вас же кредит, а значит, надо платить за это. И нужно, наверное, как-то подумать, что главнее, кредит, или пойти где-то погулять, или где-то посидеть хорошо. Я на стороне, в данном случае, на стороне вашего мужа, я искренне вам сочувствую, но в то же время, или вы должны расплатиться, или вы должны, я не знаю, на что вы взяли кредит, если на квартиру, так сказать, с квартирой, или как, ну, я на его стороне, он действительно работает, а если он еще работает на двух, на трех работах, нужно этот момент перетерпеть. Что вам главнее? Никак. Если есть возможность, идите на квартиру, платите меньше, тут уже вы сами решите. Этот момент нужно пережить. Поддержать мужа, его нужно поддержать, потому что ведь ему тоже хочется пойти погулять, тоже хочется отдохнуть, а у него, особенно в данный момент, в данное время, там голова, наверное, пухнет. Как это все? Мало того, что кредит, а ведь еще семья, а ведь еще дети, и нужно одеться, нужно подумать, за что купить, и где купить, и все остальное. Я вам желаю, вот в данном случае, говорят, не нужно терпеть, в данном случае я вам желаю терпения и поддержать вашего мужа. Вот я на вашей стороне тоже, я вам сочувствую, как женщина, и очень хорошо вас понимаю, потому что я сама прошла, правда, мы кредиты не брали, у нас были свои проблемы, и, наверное, так хочется куда-то пойти, вот, а нет возможности, а раньше было еще какой-то, а нечего одеть, тоже такие были ситуации. Посмотрите на эту ситуацию со стороны, как будто бы это не вы, а кто-то другой. Как бы вы ей дали совет, чтобы и вывертеть из себя главнее. В данном случае мужчина думает, как хозяин, думает, как отец, поддержите его. Я думаю, полгода, год, и что-то наладится, а потом, а потом детки подрастут, и будете еще свое погуляете, походите. Ну, конечно, хотя бы один раз в неделю нужно выбирать, ну, хотя бы один раз в две недели. Пусть муж дает себе отдых, как-то поддержите его морально, когда он такой очень маленькой депрессией у вас, а еще где-то, если он физически работает, значит, еще больше его нужно поддержать. На воскресенье, хотя бы вечером, к себе друзей пригласите. На природу, на шашлыки поедите. Или сами сделаете, замаринуйте шашлячки и выйдите на природу, и вам тоже будет такая маленькая разрядка. Но, вот мой маленький совет, не знаю, помог он вам или не помог, набирайтесь терпения и потерпите этот период, расплачивайтесь с долгами, выплачивайте ипотеку, кредиты, все, 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 все. Может, что-нибудь родители могут помочь, или друзьям могут помочь, мужу одолжить деньги или как-то, вот это такая есть моя точка зрения, что я на стороне мужа, потому что он глава семьи у вас. А вам всего-всего доброго, терпения, не плачьте, не страдайте, все у вас впереди, вы молодая, жизнь только начинается. Всего самого доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok